Здравствуйте, мои друзья! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на кухню. Сегодня мы с вами будем готовить горячее мясное блюдо, подходящее для праздничного новогоднего стола. Это мясо, запеченное в духовке под соусом в азиатском стиле. Готовится это блюдо очень просто, а если вы впервые у меня в гостях оставайтесь, вы увидите, что действительно просто. Для этого блюда у меня два килограмма мяса. Это говядина, ребрышки. У нас в Израиле это называют говядину номер девять или осада. Я не разрезала его, просто помыла, укладываю в кастрюлю, заливаю холодной водой так, чтобы вода покрывала мясо. Добавляю луковицу и на большом огне довожу все до кипения, убираю крышку, уменьшаю огонь, снимаю пенку, чтобы бульон у нас потом был прозрачным и красивым. И на маленьком огне варим мясо два часа. Я еще добавляю несколько горошин душистого перца, три маленьких листика лавровых и столовую ложку соли. Варим два часа мяса и даем ему остыть в бульоне, чтобы оно не посохло у нас, не стало темным. Вытаскиваем мясо из бульона. Бульон нам еще пригодится для других блюд. Мясо нарезаем порционно. Я стараюсь, чтобы на кусочке было и мясо, и косточка. Вот такие у нас кусочки красивые получаются. Выкладываем на противень. Вообще это очень удобный рецепт, потому что мясо у нас варится заранее. Соус мы тоже готовим заранее. Я ставлю ковшик на весы и отвешиваю прямо в ковшик. 150 грамм кетчупа, 7 столовых ложек соевого соуса, 2 столовые ложки меда. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. И еще добавляю туда джинджер. Это имбирь. Грамм 10. Это примерно толщиной кусочек, как большой палец, где-то 2-3 сантиметра. Можно его натереть на терке, можно нарезать, как я, маленькими кусочками. И 5 зубчиков чеснока мы тоже измельчаем, как вам угодно, или на терке, или с чеснокодавкой, или как я вот нарезаю небольшими такими кусочками. И на небольшом огне мы провариваем наш соус, доводим его до кипения и одну минутку еще завариваем его. Все, наш соус готов. И теперь нам нужно каждый кусочек обмазать соусом. Как видите, все делается заранее и соус, и отваривается мясо. И остается только ждать прихода гостей. Каждый кусочек нам нужен обвалять, вот в этом, обмазать соусом, как глазурью. Запекать мясо мы будем. Пока гости едят холодные закуски, отправляем мясо запекаться. Заранее разогретую на 200 градусов духовку. Режим вверх-вниз минут на 15-20. Я еще заранее запекла картофель и батат для гарнира. Вы можете любой гарнир, какой вы пожелаете, к этому мясу подать. Все, всего 15 минут, и у нас все готово. Посмотрите, какое оно красивое, какого оно цвета, а какое оно мягчайшее, просто мягчайшее. Она отходит легко от косточки. Посмотрите, глазурью покрыта, такой вкусной, красивой. Ну что, пробуем наше блюдо? Это очень вкусно. Мясо просто тает во рту. А мне только остается пожелать вам, друзья, чтобы ваши новогодние праздники были мирными, здоровыми, веселыми и очень-очень вкусными.